Привет! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека, и меня зовут Сергей. Сегодня я расскажу вам историю. Эта история называется Фифи и котята. Это Фифи, это мама кошка, и котята, это её дети. Вы готовы? Поехали! Итак, эта история началась шесть месяцев назад. В нашем районе, да, район, да, это вот наш дом. Вот, и здесь есть другие дома тоже. Вот, много-много домов, но здесь мы вместе. Это наш район, да, район. В нашем районе появилась, появилась маленькая кошечка. Вот, вот эта кошечка. И эта кошечка была трёх цветов, да, три цвета. Вот, это тоже она. Вот, это у неё белый, чёрный и рыжий цвет. Да, белый, чёрный и рыжий. Значит, эта кошечка трёх цветов, маленькая. Вот, она появилась в нашем районе. И каждый раз, когда я ходил гулять, да, гулять с моими собаками, да, я гулял с собаками. Не каждый раз, иногда, да, иногда мы видели эту кошку, и мои собаки, они лаяли на неё. Но она не боялась, она не, нет, не боялась. Она просто смотрела на них, и ничего не делала, и не, не убегала. И мы знали, что у этой кошки есть хозяева, да, хозяин. Хозяин, это твой, как сказать, это её человек, да, её папа или мама, хозяин. Вот, у неё были хозяева, потому что мы видели дом, в который она всегда убегала. Вот, поэтому мы думали, хорошо, у неё есть хозяева, у этой кошки всё хорошо. И примерно два месяца назад, да, то есть сейчас у нас январь и декабрь, ноябрь, да, в ноябре, моя жена, она стала оставлять, да, оставлять еду, вот, еду для кошек на улице. Да, то есть у нас есть наши кошки, да, которые живут в нашем доме. У нас три кошки, а моя жена оставляла еду на улице для других кошек и собак, у которых нет дома или очень мало еды, они очень голодные, вот. Да, то есть она оставляла еду для грустных котеек, вот таких, вот. И эта еда была от наших кошек, потому что эту еду мои кошки, они, они не хотели есть, они очень привередливые, да, они такие, да, и моя жена отдавала эту еду на улицу для этих кошек и собак. И со временем, когда моя жена оставляла еду на улице рядом с нашим домом, это трёхцветная кошка, да, три цвета, трёхцветная кошка, она приходила покушать, даже когда была плохая погода, да, она находилась в курятнике, это курятник, у нашего соседа, сосед, у него есть курятник, и она там была в курятнике, и она ждала, когда моя жена положит еду, и когда она слышала звуки, тинг-тинг-тинг, она быстро бежала и ела эту еду. Сначала она немножко боялась нас, чуть-чуть, но со временем она с нами подружилась и больше не боялась. Итак, моя жена кормила, кормить, да, кормила эту кошку каждый вечер, каждый вечер, да, вечер, вот у нас это вечер, каждый вечер эта кошка приходила к нам, не к нам домой, у нашего дома, во двор, да, двор. Нужно записать, двор, то есть это наш дом, вот, да, и перед домом у нас есть двор, вот это наш дворик, да, вот это двор. И в этом дворе моя жена оставляла еду, и эта кошка приходила и ела каждый вечер, и моя жена её кормила, вот. Но потом мы увидели, что у этой кошки она была беременна, да, беременна, и мы думали, ой-ой-ой, это плохие новости, да, потому что если она беременна, то её хозяева, они могут от неё отказаться. Так и случилось, потом я ходил к её хозяевам домой, и я спрашивал, я говорю, это ваша кошка? Они говорят, нет, это не наша кошка, это кошка бездомная, то есть нет дома. Я думал, ай-яй-яй-яй, что делать, что делать? И потом эта кошка, когда было наводнение, да, когда было много-много воды у нашего дома, это наводнение, так вот, когда было наводнение, и эта кошка очень долгое время не приходила к нам домой, мы очень-очень волновались, мы думали, что случилось, что с ней случилось, потому что во Вьетнаме, возможно, вы знаете, некоторые люди, они ловят кошек, и потом они их едят. Да-да, поэтому мы очень переживали за эту кошку, но потом, когда наводнение закончилось, да, оно закончилось, она к нам пришла, она вернулась, но она была уже не одна, у неё было три котёнка, вот. Один котёнок такого черепашьего окраса, это называется как черепаший окрас, другой котёнок был такой рыжий, бело-рыжий, да, это рыжий и белый, и третий котёнок был, вот он, чёрный и белый, вот, значит, у неё, у этой маленькой кошечки было три котёнка, вот. И мы думали, о боже, что делать, что делать, вот. Но они приходили к нам, конечно, вот, и мы их опять кормили, вот. Они ели еду, так каждый раз во дворе у нас, и они, котята, они нас боялись, да, боялись, но эта трёхцветная кошка, она нас не боялась. И, кстати, мы дали ей имя, Фифи, вот, Фифи и котята, да, это котята. Вот, и поэтому каждый вечер она к нам приходила, они кушали, но в чём была проблема? Проблема была в том, что мои собаки, они были дома, но они видели через дверь, и дверь это стеклянная, они видели этих котят, которые ели, и собаки были очень злые, да, и они хотели их покусать. Поэтому мои собаки, они сходили с ума, они лаяли, это было очень стрессово, вот. И в это время они уже не жили в курятнике, они жили под кучей досок, это доски, да, и вот под этой кучей досок они все там спали, жили, это было напротив нашего дома, да, то есть это было вот здесь. Вот это было вот так, вот, и они там спали и жили, вот. Да, была такая ситуация. Вот, и так они и делали, вечером они к нам приходили, ели, днём, да, днём, они играли на улице, вот. И вроде бы всё было хорошо. И также потом мы поставили для них дом в нашем дворе, да, двор, в нашем дворе мы поставили маленький домик, и они в этом доме ночевали, да, спали ночью, но каждое утро, когда я ходил гулять с моими собаками, то они все убегали, потому что собаки могли их покусать, и это было очень стрессово. И я сказал моей жене, что это очень опасно, опасно для этих котят и кошки, вот. Поэтому мы решили найти, да, для них новую семью. Мы, знаете, мы любим кошек, любим собак, животных, но у нас уже есть четыре кошки, ой, четыре собаки и три кошки, это слишком много. Мы повезли Фифи к ветеринару для того, чтобы её стерилизовать, вот. И это было нетрудно поймать её, потому что она нас любила и нам она доверяла, да, вот, она нам доверяла. Поэтому мы её взяли, отвезли к ветеринару, да, там её стерилизовали, и потом ветеринар сказала, что нужно держать её дома подальше, подальше от котят, да, от её детей, потому что они всё ещё пьют молоко, и они могут порвать её швы, да. У неё была вот эта рана, да, она только не на руке, а там сбоку, вот. И эта рана, на ней есть швы, и поэтому котята могут порвать швы. Поэтому она сказала, держите Фифи отдельно от котят. И что мы сделали? Ну, конечно, мы её взяли домой, да, и дома она у нас жила в нашей ванной, да. У нас две ванны, и одну ванну мы сделали только для Фифи. Вот, и в этой ванне это как был карантин, да, от наших кошек, и также наши собаки, они не могли её покусать. И, к сожалению, никто не хотел брать, никто не хотел брать этих котят или кошку, но через два дня мы получили звонок от одной милой пары, да, это пара, и они хотели усыновить, да, усыновить одного котёнка, вот этого, да, они хотели усыновить этого котёнка, вот. Но мы ещё их не поймали, да, нужно их поймать, они ещё были на улице, вот. Поэтому мы решили их поймать, да, сначала, то есть эти котят пока ещё, да, но этот ещё на улице, вот. И вы помните, что котята, они жили под кучей досок, да, они жили там, прятались, вот, все вот они тут прячутся. И я пошёл и попытался поймать их моими руками, да, голыми руками. Я поднял доски и решил взять этого чёрного-белого котёнка, а он меня, покусал меня всего, я даю его моей жене, он кусает мою жену. Мы поймали его, да, и мы посадили его в клетку, да, вот такая клетка, мы туда его посадили, вот. Но он не хотел сидеть в клетке, он такой, он пытался выбраться из клетки, но мы её закрыли клетку, он не мог выбраться, да. И в это время мы пытались поймать других котят, пытались. Но, когда мы посмотрели назад, то мы увидели, что этот котёнок, он сбежал с клетки. Но как, я не знаю, потому что клетка, она была закрыта, и он просто какой-то Дэвид Копперфильд, да, волшебник. И это не случайно, потому что настоящая фамилия Копперфильда Коткин. Вот, и это было так много стресса, я весь покусанный, руки болят. Я уже хотел махнуть рукой, так, эх, на все эти котята, думал, не надо, вот. Но моя жена, она не хотела сдаваться, она такая, давай, мы сможем, вот. И мы начали дальше пытаться их поймать. Также мы просили помощи у местных приютов, да, это приют для животных. Но, к сожалению, в приютах уже слишком много животных, много кошек, много собак. И они не могли взять их, но они дали нам эту клетку. А также наши соседи, да, то есть мой дом и его дом соседа, он решил нам помочь поймать этих котят. Вот, и он сделал ловушку, да, такая, это ловушка для котят, и он смог поймать вот этих двух котят, потому что они в это время жили в курятнике, да, и они ели старый рис от куриц. Вот, он поставил ловушку, и они туда попались. Тогда мы их принесли домой и отнесли их к маме, да, к их маме. Но, к сожалению, черно-белый котенок, он убежал, и мы его не видели четыре дня. И мы очень сильно волновались, да, мы очень сильно волновались. Мы думали, что он убежал далеко и потерялся навсегда. В это время милая пара, которые хотели усыновить черепашонка, да, они приехали и они её забрали, вот. И у неё теперь новый дом, вот. Так дома оставался мама Фи-Фи и рыжий белый котенок. Тогда, потом мы увидели, что черно-белый котенок, он вернулся, да, он вернулся и он опять прятался под досками. Тогда мы приготовились хорошо. Я взял вот эти кухонные перчатки, да, я одел и попытался его взять. Но в этот раз он уже не дрался, не кусался, он был очень усталый и очень голодный, вот. Поэтому мы его взяли и принесли его в туалет к его семье, к маме, Фи-Фи, да, и этим котятам. Мы продолжали искать новую семью для них, но самые трудности были ещё впереди. Потому что в канун Нового года, да, вот у нас 31 декабря, да, это канун Нового года, моя жена, она заметила, что Фи-Фи была очень вялая и слабая, и она не хотела есть. И мы подумали, что это странно, потому что обычно она очень весёлая, она играет с нами, и она ест хорошо. Но тогда она не хотела, и моя жена подумала, что надо отвезти её к ветеринару, да, к ветеринару, вот. И 1 января, да, в первый день Нового года нам пришлось ехать к ветеринару, вот. Мы привезли её к ветеринару, ветеринара на неё посмотрела, и она сказала, что у неё есть симптомы F.I.P. 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 это такой вирус, это как коронавирус, но мутировавший, и он очень тяжёлый, и это для кошек, вот. И этот вирус очень-очень смертельный, очень большинство кошек, они умирают от этого вируса. И она сказала, что симптомы есть, но она ещё не уверена, поэтому она попросила оставить F.I.P. у неё в клинике на несколько дней. Мы были грустные, мы вернулись домой, да, в наш дом, и через два дня мы получили звонок от ветеринара, и она сказала, что да, у неё есть F.I.P. Но, к счастью, есть лекарство, да, есть лекарство от этой болезни, вот. Есть лекарство, но это лекарство очень дорогое, оно стоит примерно одну тысячу американских долларов. Ну что, друзья, эта история ещё не закончена, она всё ещё продолжается, и я не знаю, какой будет конец у этой истории, но вы можете повлиять на развязку, на то, как эта история закончится, и поэтому нам нужна ваша помощь. Если каждый из вас, кто смотрит это видео, сможет пожертвовать хотя бы одним или двумя долларами, то этого будет достаточно, чтобы помочь Fifi и её детям. Для этого вы можете отправить пожертвование на мой PayPal, кофе или нажать на кнопку «Спасибо» под этим видео. Также здесь вы видите ссылку, тоже можете сделать пожертвование. Напишите под пожертвованием для Fifi. Я знаю, что затраты на то, чтобы отправить кошку из Вьетнама в другие страны, это не маленькие. Но если вы хотите дать шанс Fifi или её котятам на новую жизнь в лучшем месте и стать её новыми хозяевами, то тогда вы можете написать мне на почту inrussianfromafar.gmail.com И я сделаю всё возможное, чтобы помочь вам сделать Fifi или её котят вашими новыми членами семьи. Спасибо большое, друзья, за просмотр и за поддержку. До скорого и пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok